Цифровая экономика Это не информационные технологии в чистом виде. Это переход на экономику данных. Когда от информационной революции, по сути, мы должны перейти в эпоху, когда данные, имеется в виду не просто информация, а достоверные сведения, достоверная информация, представленная в удобном для обработки вида, лежала бы в основе формирования экономики сервисов, услуг. Всего в 40 километрах от столицы Татарстана расположился город Иннополис, который стал настоящей российской силиконовой долиной. Ежегодно крупнейшие IT-события страны проходят именно там. Конференция цифровая индустрия промышленной России собирает IT-гигантов, инвесторов, государственных деятелей и университеты. В этом году программа достаточно обширная, поэтому часть мероприятий действительно вынесена на площадку Казани. И в Казанском федеральном университете проходит ряд лекций, в том числе для студентов университета, для того, чтобы охватить большую аудиторию. Общая тенденция выставочной части мероприятия – это технологии виртуальной реальности. Казанский федеральный университет также активно использует VR в учебной деятельности студентов. Естественно, мы используем данные технологии в учебном процессе, чтобы наши выпускники владели понятиями виртуальной и дополненной реальности, технологиями VR, AR, ну и тем математическим аппаратом, который лежит в основе построения соответствующих систем. Кроме того, в настоящее время рассматривается вариант совместной с нашими музеями программы – это грант для внедрения соответствующих технологий в музейный комплекс Казанского федерального университета. Все чаще говорят про умный город, основой которого должен стать автоматизированный беспилотный транспорт, а также интеллектуальная инфраструктура. Разработкой системы автоматизированного транспорта занимается Казанский федеральный университет совместно с КАМАЗом, а система мобильной связи 5G, которая нужна для работы такого транспорта, уже появилась в Татарстане. Одним из элементов цифровизации современного общества является переход к концепции «умный город». Деревни-универсиады в таком маленьком масштабе, естественно, можно отработать эти технологии, тем более, что есть интересные наработки. Наш институт, конечно, будет участвовать в реализации данной программы. Ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров предложил сделать первой тестовой площадкой беспилотного транспорта территорию студенческого кампуса Деревни-универсиады. Олег Ашин, Ленар Довлетьяров, Универньюс.